Здравствуйте! Тема нашего урока – древние очаги центрально-азиатских цивилизаций. На этом уроке мы с вами охарактеризуем факторы возникновения цивилизаций Центральной Азии и узнаем особенности древних очагов центрально-азиатских цивилизаций. В эпоху неолита, благодаря улучшению техники орудий труда и появлению новых орудий из камня, кости, дерева, происходит переворот в системе материального производства, получившей название неолитическая революция. Причины неолитической революции – это рост населения и связанный с ним кризис продовольствия. Неолитическая революция – это исторический переход от присваивающего хозяйства к производящему, от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству. Одним из важнейших свершений неолитической революции является возникновение земледелия и переход к оседлости. Люди научились сеять и выращивать злаки. Основные предметы – это мотыги, каменные серпы, палки. В шестом тысячелетии до н.э. появляется первая земледельческая культура в Центральной Азии на территории Южного Туркменистана. Эта цивилизация называется джайтунская. Джайтунцы научились выращивать пшеницу в поймах рек, которые разливались, то есть было лиманное земледелие. И еще помимо этого разводили коз. Земледелие и скотоводство позволили людям отказаться от подвижного образа жизни, вызванного постоянными поисками пропитания. В результате неолитической революции степные районы Евразии становятся зоной распространения скотоводства. Благодаря влажному климату 4-го, 1-й половины 3-го тысячелетия до н.э. степные зоны изобилуют кормовой травой. Благодаря чему появляется поголовье, увеличивается поголовье скота, в частности лошадей, на которых в то время охотились степные жители. А домашнивание лошадей, овец, коз приводит к тому, что люди отказываются от подвижного образа жизни. Став скотоводами, степники начинают строить постоянные поселения с теплыми жилищами, пристройками для скота в зимнее время. Таким образом, можно сказать, что важнейшей предпосылкой возникновения кочевой цивилизации стало возникновение скотоводства. Теперь мы остановимся на предпосылках перехода к кочевой цивилизации Центральной Азии. Как вы помните, было два вида хозяйственной деятельности – охота и собирательство, которые перешли на новый уровень развития – скотоводства и земледелия. В связи с тем, что люди уже научились использовать поливное земледелие, то появление новых металлических орудий, ирригации, появление тягловой силы приводит к тому, что создаётся новая оседло-земледельческая культура. Давайте посмотрим, почему аредизация становится причиной перехода к кочевому скотоводству. Со второй половины третьего тысячелетия до н.э. климат степей Евразии становится более засушливым, аредным. Степные речки и озёра становятся солончаками и болотами. Аредизация приводит к оскудению растительности, что привело, в свою очередь, к уменьшению поголовья лошадей. Начинает происходить специализация скотоводства. Изменился состав стада в пользу коров, овец, коз. Таким образом, мы можем сказать, что аредизация является предпосылкой возникновения кочевого скотоводства. Каковы же особенности древних центрально-азиатских очагов цивилизации? В наше время, благодаря археологическим открытиям, был сделан вывод, что центрально-азиатская цивилизация была самобытной. Она выражалась в существовании нескольких культурных очагов, которые сохранили свою культурную самобытность и преемственность в течение нескольких тысячелетий. Даже если города и поселения прекращали свое существование, то на их месте возникали новые. Таким образом, мы можем говорить об устойчивости центрально-азиатских цивилизаций. Это объяснялась географией Центральной Азии. Оседлоземледельческие цивилизации существовали в экологических нишах. Люди научились приспосабливаться к природе и начинали расширять свои экологические ниши. То есть это было первой особенностью оседлоземледельческих цивилизаций. Вторая особенность – взаимодействие оседлоземледельческих цивилизаций с кочевой цивилизацией. Это выражалось в посредничестве, в понимании степняками духовной и материальной культуры оседлых народов и наоборот. Это выражалось в появлении пастушеско-земледельческих культур. Давайте рассмотрим девять основных культурных очагов оседлоземледельческой цивилизации. Это Маргуш или Маргяна, Бактрия, Хорезм, Сокт или Сокдиана, Фергана, Шаш, Свердаринский оазис, Семеречи и Восточный Туркестан. В эпоху бронзы, в 23-18 веках до н.э. на юге Центральной Азии, в экологической нише Мургапского оазиса, существовал оседлоземледельческий оазис, городская культура Маргуш или Маргяна. Ее культура распространилась на территорию Бактрии. Бактрия – это область, расположенная в нижнем течении Амударии. Ее еще называли цивилизацией Окса. Два основных города Маргяны – это Намазгадипе и Алтандипе – были крупными городами, в которых расположены храмы, многокомнатные дома, крепостные стены. Впозднее, во II тыс. до н.э. столицей Маргяны становится город Гонур. В двух главных городах Маргяны – Намазгадипе и Алтандипе – были мощные крепостные стены, храмы, многокомнатные дома. Во II тыс. до н.э. столицей Маргяны становится Гонур. Маргянцы пользовались медными и бронзовыми литыми изделиями, украшали себя золотом и серебром, а свои дома – мозаикой. У них была красивая керамика. Установлены контакты Маргуша с цивилизациями Передней Азии и долины Инда. Мургабский оазис сохранил свое культурное значение и в более позднее время. В первой половине I тыс. до н.э. здесь возник Мерф, ставший в мусульманскую эпоху одним из главных городов Центральной Азии. Следующий культурный очаг – Хоризмийский. Хоризм – это окруженный со всех сторон песками крупный оазис в нижнем течении Амударьи. Во II тыс. до н.э. Хоризм был заселен хоросмеями, которые успешно использовали ирригационные каналы, проведенные из реки Амударья. В столице Хоризма был Топрак-Кала с дворцами, украшенными живописью и скультурой. Но позже этот город был заброшен. Следующее возвращение Хоризма как независимого государства произошло в эпоху Хоризмшахов, а затем в эпоху Хивинского ханства. Основой данного культурного очага все время оставалась система ирригации, восходящая к древности. Следующий культурный очаг – Сокт или Сокдиана. Сокт – это крупная земледельческая область, расположенная в междуречии Амударьи и Сырдальи, где был основан город Мараканда, ныне Самарканд. К северу от Сокда находится Шарский оазис, ныне Ташкент. Сокдийцы были торговым народом, ремесленным народом со своей письменностью. В дальнейшем Сокдиана входила в состав многих государств древности. Рассвет независимого Сокда связан с его положением на Великом Шелковом пути и в посредничестве трансконтинентальной торговли. После арабского завоевания Самарканд становится столицей Маверонахра. Позднее стал столицей империи Тимура. А еще позже часть вошла в состав Бухарского эмирата. Следующий культурный очаг – Фергана. Фергана – это межгорная впадина, орошаемая Сырдарьей. Входила в состав Ахименицкой империи и империи Александра Македонского. Именно здесь Александр приказал построить самый северный город своей империи – Александрию Исхату. С 3 века до н.э. по 6 век н.э. Фергана была самостоятельным государством собственной правящей династии. По сообщению Сыма Тяня, в Фергане имелось 70 городов, и они славились отличными конями, виноградом и самоцветами. Через Фергану проходил и Великий Шелковый путь. С 6 века Фергана стала частью тюркских государств и империй. В тимуридское время здесь родился Великий Бабур. В дальнейшем Фергана была центром Куканского ханства, история которого тесно связана с историей Казахстана. А теперь перейдем к практическим заданиям нашего урока. Определите верные и неверные утверждения. Первое утверждение. Через Фергану проходил и Великий Шелковый путь. В дальнейшем Фергана была центром Куканского ханства, история которого тесно связана с историей Казахстана. Второе утверждение. Сокт входил в состав Ахименицкой империи и империи Александра Македонского. И третье. Столицей Маргуш, Маргиана, был Топрак-Кала с дворцами, украшенными живописью и скульптурой. Но позже этот город был заброшен. Давайте проверим. Как вы видите, второе и третье утверждения являются неверными. Первое утверждение является верным. Подводя итог нашего урока, можно отметить, что две основные особенности оседло-земледельческой цивилизации Центральной Азии – это существование в экологических нишах нескольких устойчивых культурных очагов и тесная связь с кочевой цивилизацией. Культурные очаги оседло-земледельческой цивилизации – это Маргуш, Маргиана, Бактрия, Хорезм, Сокт и Фергана. Также Свердаринский оазис, Шаш, Семеречье и Восточный Туркестан мы разберем с вами на следующем уроке. На этом наш урок подошел к концу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok